Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, причем не только рук, но и их кошелька. Владельцы закрытого пляжа в Сочи решили, что спасать людей они будут исключительно за деньги. Всего лишь 800 рублей и ни в чем себе не отказывайте. Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляжик за 7000 рублей в день. И тут еще есть, ребята, с платных услуг спасение на воде за 800 рублей. Вот булыжник, который может ударить по голове, вот лежак за 7000 рублей, а вот они самое чистое море. Но ты, главное, тонуть не вздумай, а то если крикнуть не успеешь, то деньги есть. Так ведь и не вытащат. Друзья, это реально не сон. Вы тоже понимаете, что мы не только страну, но и жизнь человека утопили в количестве наличности. И дело тут не в том, что это частный пляж, и нам как бы никто ничего не должен бесплатно. Дело в том, что мы открыто, без капли стеснения смотрим на человеческое горе через призму денежной копилки. То есть скоро где-то на надгробной плите вместо слов «покойся с миром» мы прочтем, у него не было денег на свое спасение. А в итоге придем и к тому, что реанимация будет оказывать услуги только после их оплаты. По безусловному жесту, есть в левом кармане 5000 рублей, спасут от инфаркта или инсульта. Нет денег, лежи под дождями и палящим солнцем, как это было в Нижнем Новгороде. Там отдыхающие накрыли пакетом лежащий на пляже труп, после чего продолжили купаться и загорать. А в Саранске несколько часов под проливным дождем пролежал 56-летний мужчина, скончавшийся от острой сердечной недостаточности. Появившееся в сети видео вызвало большой общественный резонанс, после чего к ответу призвали и медиков, и полицию, констатировавших смерть человека, но покинувших место нахождения трупа. Бессердечность это или профдеформация? Я не знаю, но жить в стране, где теперь знают цену человеческой жизни, становится как-то опасно. В битве между добром и злом победил нейтралитет. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал полсотни сайтов Навального и его сторонников. В одночасье работы лишились сайты Любы Соболь, Леони Волкова, а также интернет-ресурсы региональных штабов оппозиционера. Официальная причина – размещение информации с призывами к массовым беспорядкам, а также осуществление экстремистской деятельности, ну и участие в незаконных массовых мероприятиях. Хо как! А заблокированный РосЖКХ он к чему призывал? Насколько я знаю, это площадка для сбора и решения каких-либо коммунальных проблем, где любой желающий мог бы оставить заявку о кураторе сайта и отправить ее в соответствующий орган. Но сегодня неработающим оказался и он. И вот даже интересно, почему? Просто потому, что принадлежит команде оппозиционера или есть другая причина? Никакой внятной информации на этот счет я не нашла, но, возможно, варианты есть у вас. Ну или опыт – пишите в комментариях, пообщаемся. Но! Знаете, что меня удивило еще больше? Что сайт умного голосования все еще активен. Скорее всего, это произошло по причине его принадлежности Google. Хотя есть и еще варианты. Ну, например, если бы сегодня этот ресурс оказался ограниченным, то сторонники политика до выборов успели бы придумать альтернативный вариант голосования. А так, сдается мне, что все это спланированная акция и сайт, что вполне вероятно, заблокируют непосредственно перед голосованием, не дав возможности россиянам реализовать свое право выбора. Вот тогда, друзья, точно заживем. И с колен, наконец, встанем и коррупцию победим. Победим – это, конечно, громко сказано, просто ничего о ней больше не узнаем. Но разве это важно, когда в стране продолжит свое правление величайшая партия всех времен и народов? Ну, давайте на чистоту. Вот посадили Навального – и что? В стране что, лучше жить стали? Цены, может, рухнули? Или воровство прекратилось? Да нет же, чиновники продолжают мериться дворцами, продолжают испытывать народные нервы на прочность, а действующие политики продолжают бороться с командой никому неизвестного блогера, вбухевая в это часть бюджета целой страны. А между тем VPN никто не отменял. Если кому-то и нужно, то выход всегда найдется. Было бы желание. А вот что делать с зачисткой перед выборами – это уже вопрос посерьезней. Потому что даже если умное голосование и выживет, то голосовать-то все равно будет незакого. Потому что гарантии, что следующий единоросс не окажется очередным педофилом Максимом Суворовым, который трудился в исполкоме Единой России, нам никто не даст. И даже как-то становится обидно, что не уголовная статья, то фигурант из партии власти. Вы другим-то партиям оставьте хоть один ход для маневра, а то как не новость, так все тупидофил. Война всему голова, подумал представитель партии ЛДПР Александр Шерин. И этой самой говорящей головой призвал нанести превентивные удары на чужой территории. Вот сегодня украинскую молодежь, украинские населения, кормят антироссийские идеологи. Его кормят мясом. И он потом захочет этого мяса, извините за такие, может быть, чересчур крылатые сравнения. И вот когда его выпустят из этой клетки, то будет поздно уже идти на него с острогу. Когда снежный ком начинает свое движение с вершины, его проще остановить. Когда вы стоите у подножия вершины, снежный ком набирает скорость и становится все тяжелее, вы его у подножия вершины уже не остановите, он вас раздавит. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней. Когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территорию. Для тех, кто не в курсе, я поясню, превентивные удары – это удары по источникам грозящей опасности. Другими словами, вооруженное воздействие одной стороны на другую с целью опередить противника и не дать ему возможности осуществить нападение первым. Ну, то есть, то, что, собственно говоря, и имел в виду ЛДПРовец, когда рассказывал про снежный ком, который почему-то непременно должен покатиться с Украины и подмять под себя всю Россию. Не чувствуете, чем попахивает? Не как 354-й статьей УК, а публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, причем с использованием СМИ и лицом, занимающим государственную должность. А это уже, извините, часть вторая, до 500 тысяч штрафа или 5 лет несвободы. Но странно другое, на момент выхода программы на данное заявление со стороны власти так никто и не отреагировал. Ни Кремль, ни прокуратура, ни следственный комитет. Ну да, это же не призыв выйти на несогласованный митинг. Это же просто призыв к войне и делов-то. Надеюсь, господин Шерин увидеть вас в числе первых наступающих, причем желательно на тех надувных танках, на покупку которых Минобороны собирается потратить почти 50 миллионов рублей. Видимо, выражение «лучшая битва та, которой не было» обошло вас, Александр, стороной. И вы всерьез думаете, что россияне после ваших слов соберут детям, братьям и мужьям по котомке и благословят на войну с Украиной? Или вы в очередной раз отвлекаете нас от чего-то очень стоящего? Ну, потому что для тех, кто смотрит мои итоги недели в постоянном режиме, они уже в курсе и про отказ от вакцинации, и про ковидные тюрьмы. Следующий ход, видимо, ваш с вашим предложением войны. Слушайте, да вы с вашими инициативами даже партию власти переплюнули. А это, знаете ли, не всем прощается. И это в свете большой такой проделанной работы президента по восстановлению России и Украины как единого народного братства. Короче говоря, друзья, либо кто-то собирается нашими руками развязать узел, завязанный языками политиков, либо у кого-то просто давно не было отпуска. Заслуженного такого пенсионного отпуска, причем желательно на пенсию среднестатистического пожилого человека. Кстати, главный ЛДПРовец от отпуска не отказался, побывав на этой неделе в Истре. Он столкнулся с претензиями электората. Мне 89 лет, и я слежу, а мне нету места. До чего же мы дожили? Одна спекуляция. Да, верзакция, верзакция. Все это должна администрация делать. И города Истры, и Московского. Все продали. Ни одного предприятия не оставили. Все продали. Боремся с ними, боремся. Боремся. Стараемся. Стараемся. К сожалению, коммунисты, то построили Советский Союз, то разрушили. То все в их руках, то все раздали. Я ветеран войны. Ветеран войны, и мне нету места. Вот, воевал человек, и через 75 лет продать свою ябеду, не пускают. Да, это нас. У нас уже полно смородин. Ну дай просто тысячу рублей. Мы будем стараться помочь вам. Не нужна она мне. Это показуха. Ну хорошо, стойте так. Хорошо, будем помогать вам. Помогать будем. Поможете, вы поможете. Ну а что делать еще будем? Знаем, как вы помогаете. Ну а как выходите? С оружием в руках? Вот как-то так, друзья. А мы опять не оценили. Жириновский целую тысячу бабульки предлагал, а она отказалась. Ну знаете ли, подумал политик, я два раза не предлагаю. И вместо того, чтобы засунуть денежную бумажку куда-нибудь бабульке под ягоды, его помощник убрал ее обратно в кошелечек. На этом и расстались. Спасибо, что хоть ягодами бесплатно не угостился. Видимо, не видать нам того времени, когда избранников народных будут считать спасителями русскими. Хлебом да солью встречать, да добрым словом провожать. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся завтра. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!